ДИСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОГО СОВЕТ Глава города Андрей Шубин отвечает на письма школьников. Сегодняшнее мероприятие, оно важно именно для повышения читательского уровня и общеобразовательного уровня всех наших жизней. В Десногорске отметили общероссийский день книги. В этом году у нас вообще претензий нет в нашей судьбе. Сейчас будем акт составлять, акт подписывать. Пляж допускается, с первого числа начинает работать. Городской пляж готов к купальному сезону. Об этих и других новостях подробнее. Областные чиновники получили выговор от губернатора. Глава региона Алексей Островский провел совещание, на котором рассмотрели реализацию национальных проектов на территории области. Были обнаружены проблемы с воплощением проекта демография, а именно с выкупом областную собственность одного из двух построенных детских садов. Также неудовлетворительные результаты отмечены в проекте «Социальная активность», где была неэффективная работа Главного управления по делам молодежи. К ответственным лицам применены дисциплинарные взыскания. Глава региона отметил, что и впредь никому не позволит подводить ожидания президента и жителей нашей области. На повестке дня 64-й сессии Десногорского городского совета значился вопрос изменения в устав города и перспективы городского бюджета. Подробности далее. Первый вопрос было внесение изменений в устав города Десногорск. 23 апреля текущего года на сессии Десногорского городского совета было принято решение о внесении изменений в устав муниципального образования. В соответствии с данным изменением были проведены публичные слушания. Рекомендации публичных слушаний были учтены в проекте изменений к уставу, который сегодня рассматривается депутатами. Наше решение о бюджетном порядке до вступления его к закону силы и публикования будет направлено в управление юстиции Смоленской области, которое прежде чем его зарегистрировать, проведет всестороннюю правовую экспертизу этого решения. Проект изменений к уставу был одобрен. Доходы бюджета на 2019 год предлагаются к увеличению на более чем 34 миллиона рублей. В связи с этим планируется увеличение фонда дорожного строительства и дорожно-транспортного комплекса. Дополнительное финансирование получат программы развития образования, развития культуры и молодежной политики. Увеличение дорожно-транспортного комплекса на 12 миллионов 146 тысяч средств областного бюджета на ремонт дорог. Увеличение программы обеспечения молодых семей, живем молодых семей, на 1 миллион 421 тысячи рублей. Кроме этого, ожидается увеличение программы комфортной городской среды за счет средств областного бюджета. Проект изменений в бюджет был рассмотрен и принят единогласно. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Ядовитое растение атаковало пригороды и теперь наступает на улицы Смоленска. Борщевик Сосновского – растение, на которое все чаще жалуются не только жители окраин, но и центральных улиц. В некоторых районах Смоленска ядовитое растение дошло до жилых домов и вытесняют другие культуры. Специалисты подтверждают – борщевик действительно опасен для здоровья. Сорняк обладает способностью вызывать сильные и долго незаживающие ожоги. Бороться с крайне живучим растением очень сложно. Проблему с борщевиком обсуждали на городской планерке. Мэр Смоленска Андрей Борисов поручил главам регионов провести рейды по городским адресам и ликвидировать растения. В ходе акции «Письмо мэру» дети первой школы написали послание главе Десногорска. 29 мая Андрей Шубин лично обсудил предложения с авторами оригинальных писем. Подробности далее в сюжете. По-домашнему теплая и уютная атмосфера школе. А за соседние парты глава города – это не несбыточные фантазии юных пытливых умов. Благодаря акции «Письмо мэру» учеников первой Десногорской школы появилась уникальная возможность из первых уст получить ответ на свои интересные и оригинальные вопросы. Те ребята, которые написали свои умственные фамилии, я зачитаю, собственно, не против. Нет. Какая ваша мечта? Нравится ли вам ваша работа? Как вы стали главой города? Ответы на эти и другие вопросы позволили совсем иначе взглянуть на высшее должностное лицо. В этом году исполняется 10 лет, как я работаю на столетике. 6,5 лет я работал директором муниципального бюджетного учреждения службы благоустройства. Потом был депутатом Десногорского городского совета и забирался. Андрей Шубин не в первый раз знакомится с вопросами ребят. Но проводить с молодежью такой круглый стол – подобная практика в нашем городе впервые. Школьники Десногорска – это сотни самых разных вопросов. Иногда простодушных и умилительных, а иногда по-взрослому серьезных. Я их все зачитаю. Тем не менее, Андрей Николаевич постарался ответить на все письма и показать себя с новой, непривычной большинству стороны. Ребята интересовались не только личной жизнью главы, но и будущим развитием города, его инфраструктурой и комфортом. И часто мечту ребенка можно исполнить в самом скором времени. Я написал письмо мэру. Я очень рада, что не все мои желания исполнились. Я написал, чтобы мы покатались на велосипедах, оно тоже исполнилось. Пописал, чтобы встретиться с мэром, оно тоже исполнилось. Когда мне рассказали про то, что к нам может приехать мэр и ответить на вопросы, я сначала не поверил. Ну, потому что постоянно мэр может занят быть и вряд ли к нам кто-нибудь приедет сюда и ответит на наши вопросы. Но это сбылось. Это очень хорошо. И сегодня он ответил на наши все вопросы. Было интересно. И надеюсь, это все оплатит в реальность. Судя по взаимному удовольствию от общения, подобная практика обязательно будет продолжена. В России появится отцовский капитал. Правда, не для всех. Комиссия общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства рассматривает вопрос о введении отцовского капитала, который будут выплачивать семьям при появлении третьего ребенка. Главное условие. Все дети должны быть рождены в одной семье, где отношения между мужем и женой официально оформлены. Доплата будет выплачиваться тем семьям, которые уже получили материнский капитал, а ее размер примерно равен этой же сумме. Реализацию проекта планируется начать с Дальнего Востока, Калининградской области и Крыма. 27 мая при поддержке госкорпорации «Росатом» и ряда волонтерских организаций в Десногорске прошла общероссийская акция «Бегущая книга». Ровно в 12 часов от здания городской библиотеки 65 активистов отправились не только проверять начитанность горожан, но и дарить им подарки. Подробности в сюжете. Второй год подряд Десногорск принимает участие в масштабной акции «Бегущая книга». Событие это интересное и значимое для города. На старте интеллектуального забега присутствовали почетные гости. От лица депутата Смоленска области Михаила Лосенко поздравила всех с праздником помощник депутата Татьяна Горбарчук. От лица администрации выступила Ольга Ковалева. Она обратилась к участникам забега с приветственным словом. От лица администрации муниципального образования города Десногорска и Смоленской области. Я хочу побывать вам сдачи и открытия в родном забега с нами. В этом году в акции «Бегущая книга» приняли участие около ста человек. Это активная молодежь Десногорска и люди старшего поколения, ветераны Смоленской АЭС. Мы представители взрослого поколения, так скажем, и в наше время не было тех технических возможностей, которые есть сейчас у вас. У нас были книги, мы их очень любили. Для того, чтобы задействовать мероприятие как можно больше жителей Десногорска, маршрут интеллектуального забега разделили на четыре основных направления. Всего за один час волонтеры успели пройти более 20 километров и раздать жителям Десногорска более 500 книг. Горожане с большим удовольствием принимали участие в акции и с легкостью отвечали на вопросы литературной викторины, подготовленные организаторами. Муха, цокотуха, курочка, тряба, сивка, бурка, молодцы. Викторина состояла из серии разных вопросов. Были среди них и не самые простые, но начитанные десногорцы справились и с ними. Я на все вопросы ответила. Мне там Пушкина вопросы задали, кому был посвящен стих «Буря, мыло и небо кроет». Ну, няне, естественно. Потом, значит, кто написал оперу Руслана Людмилыну Глинка наш, конечно. На финише литературного марафона участникам и организаторам праздника вручили благодарственные письма и, конечно же, книги. А всем юным волонтерам подарили блокноты и вкусные шоколадки. Это прикольная, здоровская акция для детей. Мы рады в ней были поучаствовать. Всем большое спасибо организаторам, библиотекам. Спасибо за сладкие подарки. Все было здорово. Я благодарю всех участников этой акции, волонтеров, детей, кто участвовал, взрослых, велосипедистов, также советы ветеранов нашего города, всевозможные организации и представительства, кто помогал нам создать эту акцию, организовать ее и вручить подарки горожанам. Позитивно и весело город отметил Общероссийский день книги. Ведь подарки приятно не только получать, но и дарить. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ. В России появился рейтинг самых востребованных профессий. Интересный анализ провел Всероссийский научно-исследовательский институт труда. В опросе приняли участие почти 27 тысяч организаций нашей страны. Выяснилось, что самый большой дефицит кадров по стране по вакансии продавец-кассир. Нехватку соответствующих сотрудников указали 980 организаций. Следом идут повара, педагоги, юристы, медики и финансовые сотрудники. То есть при желании и должной квалификации устроиться на упомянутой профессии будет совсем несложно. А основными причинами востребованности таких сотрудников называют текучесть кадров и расширение производства. Купальный сезон официально открывается 1 июня. К этому дню все организованные пляжи региона должны пройти проверку госинспекции по маломерным судам. Сокращенно ГИМС. Какое заключение инспекторы составили по пляжу в Десногорске, смотрите в сюжете. Перед официальным открытием купального сезона на городском пляже, расположенном в первом микрорайоне, были оборудованы места отдыха, очищены от мусора прибрежные территории. Завезен чистый песок, обследовано и очищено дно акватории пляжа. Наша служба очень довольна, согласно требованиям. Город поработал, всё сделал, всё везде чистенько. Сами видите, стекла нет, ничего нет. Посмотрим через неделю. Для комфортного отдыха на пляже для жителей и гостей города были установлены скамейки и солнцезащитные тенты, кабины для переодевания и контейнеры для мусора. Также на территории пляжа изготовлены и установлены предупреждающие и запрещающие знаки. Произведена ревизия и ремонт освещения. Разработан порядок организации оказания неотложной помощи. Набраны бригады спасателей. Спасатели будут дежурить нормально, лодки есть у них, снаряжение хорошее, всё есть. Все требования государственной инспекции по приёмке сдачи городского пляжа выполнены в полном объёме. Вся необходимая документация подписана. И городской пляж открыт для отдыхающих с 1 июня. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Роскачестве рассказали, как выбрать добротное мороженое. Эксперты советуют отколоть кусок от замороженной массы. Это позволит сделать первые выводы о качестве всего продукта. Правильное мороженое всегда плотной консистенции. А если оно покрыто кристалликами льда, продукт проходил повторную заморозку и его вкус уже испорчен. Кроме этого, в мороженом не должно быть пальмового масла. В этом случае продукт лишь имитирует вкус настоящего лакомства. По госстандарту в составе должно быть молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. При этом молока или сливок должно быть не менее 40%. И о погоде. 31 мая в Десногорске возможна гроза. Днём плюс 22, ночью 17 градусов тепла. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefstv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вёл Олег Соловьёв. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова